КРИ-2010 Бегая вперед, можно сказать, что несмотря на кризис, который ощутили на себе решительно все, индустрия более чем жива. Конечно, былой размах остался в прошлом, но большинство создателей игр нашли самые разнообразные способы удержаться на плаву и в целом неплохо себя чувствуют. Лекции, круглые столы, пресс-конференции, новые анонсы, встречи в кулуарах и, конечно, КРИ-ЭВОДС. Можно сказать, что конференция не оставила места каким-то неожиданностям и прошла вполне традиционно. Возможно, наиболее заметные проекты можно пересчитать по пальцам, но отказать им в должном невозможно. На пресс-конференции 1С Софт Клаб издательство анонсировало сразу три новых проекта. 4х4 полный привод 3, а также варгеймы, искусство войны Корея и диверсанты Вьетнам. В последствии нам удалось пообщаться в гостиничных номерах космоса с разработчиками этих проектов, а заодно испытать игры в действии. По итогам хотим сказать, что, во-первых, третья часть полного привода берет принципиально новые высоты реализма. Во-вторых, искусство войны Корея производит очень свежий эффект, не в последнюю очередь благодаря оригинальному сеттингу. А диверсанты Вьетнам продолжают лучшие традиции Командос. Интересным событием стала очередная презентация «Постел-3», которую провел Андрей Белкин, продюсер компании «Акелла». Трудно ли быть плохим? Таким неожиданным вопросом задались разработчики. Да, еще немножко мы доводим интерфейс, но это не финальная версия. Как минимум, в финальной появится индикатор кармы. Сейчас она у нас достаточно важна параметра, в которой мы стараемся как раз время игрока обращать внимание, что если он будет себя вести как-то над морозом, то карма будет в минусе, и, соответственно, геймплей будет такой. А если он будет себя более-менее адекватно вести, то геймплей будет немножко другой, как сюжет, эмиссия. Впрочем, судя по игре, которая демонстрировалась на стенде, несложно прийти к выводу, что плохим быть совсем не трудно, а наоборот — весело и легко. На стенде компании Nival Network особое внимание было уделено проекту Prime World — довольно оригинальной MMORPG, основной акцент которой делается на совместной борьбе за территориальное превосходство. Подробнее о Prime World нам рассказала Ольга Скворцова, пиар-менеджер компании. Мы сегодня, в принципе, впервые показываем геймплейное видео по проекту Prime World, вот оно очень клёпое, его уже очень многие увидели, сказали, что мы молодцы большие, что проект уже вот сейчас на первом этапе очень классный. Приятным сюрпризом стал анонс King's Bounty в новой, но желанной ипостаси. Совсем скоро знаменитая вселенная предстанет перед нами в онлайн-формате. Да-да, King's Bounty Online становится MMORPG. Любопытными подробностями об этом проекте поделился небезызвестный Андрей Крэнк-Кузьмин, на студию которого возложена ответственность за разработку игры. Одним из самых заметных стендов на Кри стал стенд белорусской студии Wargaming.net, представлявший свою небезызвестную ММО World of Tanks. О перспективах развития игры нам рассказал генеральный директор компании Виктор Кислый. Это ММО, то есть это многопользовательская игра с элементами экшена, РПГ, стратегии, ну и, конечно же, танки. Можно сказать, что это Counter-Strike на танках, в общем-то так наши бета-тестеры эту игру и обзывали. Это Counter-Strike, команды 15 на 15 рубятся на больших железных машинах. Вторая часть игры — это социальная часть, клановые войны на большой глобальной карте. То есть Counter-Strike плюс Total War MMO. Сложно было бы не обратить внимание на, в принципе, предсказуемую тенденцию, появившуюся не так давно в отечественной игровой индустрии. Обилие казуалок всех мастей, разработчики которых всеми силами старались привлечь внимание журналистов, наводило на определенные мысли. Не обошлось на конференции и без знаменитостей. Так, например, продюсер студии Larian, Свен Винке, выступил с актуальным докладом «Как найти бюджет на разработку, не попадая в зависимость от издателя». Впоследствии он также поделился с нами своими впечатлениями от конференции. В частности, Свен заметил, что Кри в настоящем формате сильно напоминает ему по атмосфере GDC Europe. Достойный комплимент нашей конференции. Новые веяния времени. Депутаты Государственной Думы на Кри. Тематика круглых столов вполне предсказуема. Проблема рейтингования игр и все, что с ней связано. Завершилось все как обычно. Кри Эвотс. Пожалуй, результаты церемонии сложно назвать неожиданными. Победителями в главных номинациях стали «Метро 2033. Лучшая игра на Кри». Студия Wargaming.net была признана лучшей компанией-разработчиком. Главной компанией-издателем назвали Mail.ru. А звание лучшей компании-локализатора досталось 1S Soft Club. Своим мнением о Кри 2010, а заодно и прогнозами на будущее, поделился Игорь Сонин, главный редактор журнала PC-игры. Я прекрасно помню, как в канале 2008 года, когда здесь все было вставлено огромными, сияющими стендами. Прекрасно помню, 2009 год, когда еще было на что посмотреть. И 2010 год, когда кризис окончательно добрался до российской игровой индустрии. Потому что что осталось? Что осталось? 1S Soft Club, который, кстати, перестал быть желтым в этом году. И антипетанки. И то это Wargaming Network, белорусская компания. Там вот дальше либо мелочь, либо социальные, либо позуальные проекты. Ну, если честно, в следующем году я жду, что даже 1S доделает полный привод для капитана Влада. А поскольку новый проект сейчас практически никто не начинает, то что мы увидим в следующем году? Здесь в центре будет стоять гигантский стенд 1S Soft Club со звездами, из которого будут торчать советские танки на все стороны. Они будут презентовать там свои 6 серий симуляторов. А вокруг на стульчиках будут ютиться вот эти социально-казуальные компании. Вот такая апокалиптическая картина, как вы меня видите в будущем нашей индустрии. Можем только добавить, что Кри по-прежнему остается главным инсайдерским мероприятием для отечественных разработчиков. Своеобразным форумом, на котором обсуждают накопившиеся проблемы и делятся опытом. Несмотря на, в общем, не самое простое время для создателей игр, конференции удается держать характерный для нее темп, сохранять достоинство и фирменное обаяние.